За окном переменчивая погода, ночной мороз сменяют плюсовые температуры. Считанные дни остались до закрытия зимних автодорог. Когда же официально будет остановлено движение автомобилей по зимним автотрассам, спросим у специалиста. Гость в студии Денис Галумов, начальник отдела по делам ГОИЧС, администрации Ямальского района. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, когда же официально зимник все-таки будет закрыт? Официально зимний коксаркос Алималпанайос в Керцеле действует до 1 мая текущего года. С 1 мая уже будет введен запрет выкода и выезда на лед. Чем опасен весенний лед? Весенний лед опасен тем, что много в себе хранит, скажем так, подводных камней, то есть становится тонким, хрупким и, соответственно, может проломиться в любом месте, где он сам поживает в этом. Поэтому мы стараемся людям все это доходчиво объяснять, о необходимости сберечь собственную жизнь и жизнь своих близких, не допускать никакого выхода, выезда на леду, на водные объекты, скажем так, в это время года. А какие-то есть санкции, которые применяются к нарушителям? Санкции мы стараемся применять в основном, скажем так, профактического характера. Это максимально доходчиво объяснить, что этого делать нельзя. Потому что люди порой, особенно рыбаки, особенно охотники, им все эти запреты не особо важны, они выезжают на рыбалку. Поэтому мы стараемся все это объяснять, что все-таки это опасно. Штрафные санкции тоже применяем, но реже гораздо, потому что нам главное, это профилактика, это предупредить, чем оштрафовать, потому что мы, скажем так, в попавочной системе не работаем. И поэтому в основном стараемся проводить мероприятия профилактического характера и как раз с помощью и средств массовой информации. Спасибо за достоинственную информацию. Я напоминаю, что у нас в студии был гость Денис Галумов, начальник отдела по делам ГОИЧС.